Доброе утро. Собственно, вторник. Завтра выходной. Сегодня рабочий день. Вот иду на работу. Там, скорее всего, дождь. Вчера смонтировал два ролика. Поговорил с Пашком. Он говорит, да, давай, в принципе, скину. Ничего учить. Паси плюс-плюс. Я просто только представил, блин, это же вообще изменит камьюнити и прочее. Моя жизнь. Очень интересно. Просто если обойти вот эту всю историю и, так сказать, научиться. Во-первых, это дополнительная тоже профессия. Ну, это, наверное, сложновато. Хотя все по этапу. Но если так сделать, это дополнительная профессия, которая имеет ценность везде, в принципе. Это вот эта настоящая удаленка. Более даже, чем в монтаже, интереснее. Ну, в плане того, что более стабильный, потому что монтаж больше в филансе. И тоже, как бы, это сменит всю комьюнити. Так или иначе, окружение людей, как бы, не только просто, которые себе на корку хлеба зарабатывают. С таким рассуждением. Чисто коровом классики крутить. Ну, про деньги. Какие-то не знаю. Создают игры, так сказать. Там большие деньги, в принципе, крутятся. Ну и интерес. Ну, более такой, значимый, чем просто. Просто в обычных работах тоже вот стоишь. Как-то очень узколово. Начнешь говорить такого. Да-а-а-а. Интерес. Короче, буду изучать. Но это не точно. А так, пока монтирую. Смотрю, уже получше лучше. Получается. Так, ну что, собственно, ребята. У нас тут дождь. Вот иду на работу. Сейчас загоняюсь. Блин, я так устал от примитивных разговоров. Я вот бывать, мне что-то там что-то скажут, как-то это цепляет меня. Начинаю грузить. Думаю, а почему такое? Тип, ну разве для этого я реально в Москве, чтобы слушать такой кринж? Тип, я вот всю жизнь, не знаю, не хотел обыденности. Потому что у меня есть мечта. Как бы и вот живя в Москве, понимаю, что это просто село-село. И ничем не отличается реально от любого региона. Только просто вот вид деятельности. Что все спешат, все куда-то мчатся. На самом деле, ну, друг друга обманывают просто. И делают вид, что у них что-то есть. Что они что-то значат. Хотя на самом деле просто пустышки. В головах там чисто вот две обезьянки. В барабаны. Такого очень много. Не знаю. Это странно немножко. Нам не стоит загоняться. Люди разные, типа, и лучше не воспринимать. Я просто не люблю это. Я раньше думал, что деньги меня спасут от дурости, от дураков. Но видите, уже как-то появились какие-то деньги. Все равно, ты так или иначе ее встречаешь. Тут либо ставить себя выше, что не очень я люблю. Как бы я в основном со всеми по-человече. Либо просто игнорировать. Этому стоит научиться. Чтобы было легче. Терпеть не могу. Просто приземленность. Обыденность вот эта. Я понимаю, что она важна, как и дисциплина. На что бы человек только об этом рассуждал. О каких-то копейках, заработках копеечных. Жил на нищете или ну совсем праздная эта жизнь. Разве это круто? Разве это то, для чего рождаются люди? Не знаю. Я всегда о высоком мечтал. И стремился там. В художку ходил, рисовал. И я хочу, чтобы такое оставалось. Но есть парадокс творческих людей, что вот нужно все равно иметь вот эту жилку, чтобы не быть нищим. Потому что так или иначе вот смотришь там какой-то оператор-бомж короче там продал свою квартиру. Ну это вообще, конечно, кринж. Ради мечты. Но тут уже шиза вовремя. И вот нужно какой-то баланс уходить. Я такой думаю, что вот если тебе что-то нравится и ты считаешь, что это ну круто это творчески это философски то дерзай. Я поэтому как бы снимаю мне это нравится. Я всегда буду снимать при любых обстоятельствах. Не знаю, мне так легче жить. Я так легче переживаю какую-то тупость. Хотя ее очень много. Так вот я пришел открываю сону. Завтра у меня уже выходной не верится. Кайф. Ну что, ребятчики, пойду переобуваться в ботинки. Фух. Сейчас кофейку выпьем. Там дождик. Быстро пролетит время. Короче, нет смысла заглянуться. Просто вот где-то раз там фразочка или еще что-то. Я терпеть не могу примитивный разговор. про зарплаты, про жизнь, личную жизнь. Я чувствую себя нищебродом, когда такое слышу. Ну, типа, это чисто нищенские, примитивные устои. Что в комментариях у меня когда пишут? Я не хочу. Не знаю. Может, это моя внутренняя какая-то, что я бегу, но я считаю, что я совсем пустой. Совсем какая-то хрень. Это какая-то база. Я не знаю. Интересно. Это, видите, мои загоны очередные. 200 рублей, кстати, чаевых. Кощейку попил. Сейчас идет легкий дождь. Собственно, так я вот задумался. Просто, видите, у нас как бы сфера, ну, достаточно такая. Как бы порог входа низкий. В принципе, после курсов уже становится парикмахером. Потом еще курсы. Ну, типа, а-ля там 100 тысяч. И уже ты можешь, в принципе, стричь. Ну, еще 100 тысяч на материал. Ой, на инструменты. 1200. Можно даже 1150 уложиться. без учетом того, что ты будешь потом еще учиться на 1200-300. Ну, это на протяжении каких-то лет. А то и больше. Ну, от, типа, этой суммы. И, в принципе, ты работаешь парикмахером, зарабатываешь свои, там, 2-3 тысячи. Ну, от двух, наверное, до пяти средняя в день. Типа, и не важно. На Москве, в Орле, в Брянске. На Орле это будет тяжело, потому что цена вообще ничего не стоит. Если тут, как бы, чуть-чуть подороже, ну, тоже это все то, что подороже из-за того, что, допустим, в Орле там меньше салонов, там, 3-4 салона на город или там на район, скажем. Тут на 1 метро салона 4-5. То есть, большая конкуренция и все это разбросы, короче, и среднего у тебя тоже самое. То есть, клиентов не так много в плане. то есть, со временем, только если высиживают там кучу лет на одном месте, это как вот в каких-то гос. темах, что годами сидят, чтоб должность получить с прибавкой 2-3 тысячи. Тут примерно такая же история. То есть, нам несколько лет поработать, чтоб ты там был. этим. Клиентуру. Минимум полгода, но за полгода уже нормально. Вот я по этому полгода устраиваюсь, полгода работаю без выходных, чтоб не терять. вот так. К чему я, собственно? Вот если я получу этот навык, то будет достаточно здорово, как бы, меньше глупостей, меньше разговоров, потому что, ну, как бы, тут далеко, далеко не уедешь, мне кажется. у тебя всегда есть на хлеб, и ты в любом месте можешь себя прокормить. Хоть в лес куда-то идешь, на Бали том же, ты можешь жить в Таиланде, заработать какие-то копейки себе. То есть, везде на еду заработаешь. Так, ну, такая как бы история. А так, чаевые тоже бывают. Грех жаловаться, просто это никакие не космические, а-ля, что вот в плане в Москве там зарплата средняя, там зарплата 170 тысяч, да нет, нет такого, вот сидят на 30 тысяч. Я, если буду 2-2 работать, то с моим, так сказать, 9-летним опытом, да и любой вообще парикмахер, он будет получать нам от 30 до, может, 50-60. Это в лучшем случае еще на работе на какой-то базе. Понимаете, да? То есть, чтобы эти деньги даже там 30 тысяч получать, 6 человек в день в любом салоне средний. Но в дорогом ты просто будешь меньше стричь, как бы, и то, в дорогих салонах есть такое, что просто, ну, открывают кого-либо шибочную, кто не шарит в этой сфере на 99 процентов. Либо там муж купил, подарил. Такая история. Это же вообще в 90-х было. Просто бандусы покупали, как бы, и вот так оно все существовало. поэтому есть такие дворцы, красивые салоны, пустые, по 200 квадратов. И как бы, я не понимаю, либо они для откатов созданы, ну, то есть, там прибыльности вообще никакой нет. Ну, вот сидят. Сейчас вообще это такая тема идет, уходит, что все в основном на себя работают. То есть, если каленетур... У меня просто проблема, что я не каленетуры так-то много не набрал, чтобы на себя работать. Ну, и с другой стороны, ты меньше тревоги, тебе меньше тревоги, что вот там что-то себя кормить, это все-таки бизнес. Я не бизнесмен, я обычный творческий человек. Такая история. Вот тоже про зарплату. Я офигел, узнал. Мне, оказывается, коллега, ну, как сосед, 6.1 работал два года. Два года. Вы представляете, 6.1 просто пахать и про... Ну, это люди. Представьте, какому-нибудь айтишнику скажи, 6.2 года право. Суд с пакетом и прочее. То есть, отпуск засвущен, все засвущен. Но это вот просто, ну, типа, это тяжелый труд, как бы, поэтому я всегда говорю, как бы, это надо жалеть каждую копейку аккуратно. Это не сказать, что там, зараза вот, вообще, глупо исполнить, что мы работе парикмахерам, что это большие деньги и прочее. Это большие вложения, с одной стороны, ну, по мере. Вначале вход маленький, а потом это траты и небольшие деньги, в принципе. Так что, такая история. Но, если нет никаких навыков, это неплохо, можно, собственно, вот я не особо там учился в школе, в принципе. Ну, я ехал в Москву, видите, мне парикмахерам работать. Оно просто так сложилось, мне нравится, я раньше, вот, когда мимо цветного проходил, казалось, что, вау, какая потрясающая, как, как круто. И сейчас я отношусь, просто вот, не могу я, как-то, жлоблю денег, чтобы отучиться на женский. Я учился в женских салонах, но этот далеко не уехал. То есть, это большая потеря, 200-300 тысяч ты на ровном месте просто теряешь. Это не аппаратура купить за копейки, как бы. Так что, я так и не отучился до конца, чтобы это работать. Опять же, там, ну, короче, это как бизнесовая история, как бизнес. Видите, как бизнес. И не факт, что он нам, как бы, принесет. Тоже там, я вот знаю один пример, как бы, чувак, он несколько лет, он работал в дорогом премиальном салоне, потом несколько лет в Мэйплс, тоже работал без выходных, а еще ночью барменом работал, чтобы как-то это все воссоздать, а потом вложил еще кучу, помимо, вкладывал денег, то есть, работал, ходил в фитнес-клуб, это не какой-то там сифа, колкаш там. То есть, он ходил в фитнес-клуб, качался, еще, я не знаю, как у него успевало время, ну, типа, находил время, то есть, пахал, что-то там откладывал, чтобы оплачивать ипотеку, еще даже ночью работал, я вот думаю, я много работал, да, в свое время, там, семнули и прочее, а этот чувак даже ночью работал, после салона еще и шел ночью бармена работать, там, 3-4 часа, потому что раньше работал в барах, чтобы это все, а потом, вот он, собственно, стрижет девчонок, красит девчонок, опять же, сколько лет и сколько пришлось времени, там, где-то совмещать, еще что-то, такая сложная история, сейчас он, ну, достаточно там топ-стилист и прочее, опять же, я не думаю, что он там гиперпокер у него зарплата, просто он, вот, может, меньше немного работает, но тоже, короче, такая история, это не с IT, IT, мне кажется, вообще на другом уровне, вот реально, особенно не IT, а какой-нибудь геймдев, на другом уровне, именно тут надо всегда полагать, сколько ты задач, если у тебя распорядок, ня, и много задач, и, собственно, каждая задача имеет какие-то деньги, то, естественно, там и выхлоп больше, поэтому надо смотреть, поэтому, не знаю, это плюс, вот эта работа, ну, и типа, язык не поворачивается, сказать, что она прибыльная, не поворачивается, но и, что она не проходит, тоже язык не поворачивается, но, так, наверное, так и особенно, сфера вот этих про бизнесменов, я просто, вот, не могу слушать, эту хрень, люди, как вот, ну, в хаосе каком-то, и салонный бизнес, это очень сложный бизнес, маленький выхлоп, и просто, потому что, очень на человеческом факторе, от клиентура, до влияния, там, не знаю, политики, какой-то, этой, как вы, ковида и прочее, все это потеря, сезонности, потеря огромное количество денег, мастеров, мастера, как бы, ну, вымахиваются, творчески, раз ушли, раз там забрали клиентов, и чай, салон в очки, и вот так это постоянно, я вообще, офигеваю, когда там есть салоны, 6 миллионов уложено, 6-7 миллионов уложено, и они просто, ну, еле-еле, вот, катятся, то есть, там не то, что выхлоп, 6, ну, намного выгонит, там, 6-7 миллионов, купить недвижимость, хотя, это, казалось бы, вообще не про прибыль, то есть, это не про прибыль, это про сохранность, понимаете, да, насколько, потому что тут, такая тема, но я бы не ехала, ну, лично, я бы не ехала, на Москву, чтобы работать парикмахером, по-моему, это хрен полный, в регионе тоже можно работать, взорвать, не знаю, я просто очень привык, вот так оно сложилось, это трудно объяснить, но оно так сложилось, но я такой думаю, мне надо немножко это, раз у меня какие-то были изначальные амбиции, мне нужно их просто воплощать, ну, вот я так их воплощаю в видео, да, сейчас, если получится еще как бы в монтажке, каком-то, дабы добавлю каких-то творческих идей, а там потом, когда я перееду и прочее, добавлю больше творчества, и вот куда-то в дизайн, там, что-то посвечусь, интервью не интервью, короче, там, пиар, и так можно, на самом деле, нормально, опять же, если все с умом подходить, и, собственно, к Зингану с умом, плюс профессии, плюс мне дополнительно, может, я буду начнуть и рисовать, короче, у меня заняться есть чем, тут главное просто следить за режимом, следить за питанием, так сказать, не унывать, больше психологически, меньше слушать бельбердятины, да, дурости дураков, ну, и, собственно, просто не выгорать, вот это для меня важно, потому что голова, она намного важнее, чем какие-то люди очень, очень доверчивые, очень глупо, как-то, знаете, слишком посредственно рассуждают о жизни, и взрослые, и невзрослые, как бы, сознательно, даже под 40 лет, вот это, как бы, я не люблю, я это, такое, короче, но иногда мне хочется, мне не хватает, чтобы какие-то там, шаристые, какое-то шаристое окружение, мне хочется, именно творчество, я такой думаю, блин, а в компьютерном мире же постоянно есть, типа, много шаристых чуваков, дизайнеров, и не дизайнеров, и это хороший итог, как бы движ, это не пэк-мэк, который, вообще там, представление о мире, о каких-то восприятиях, нет, понимаете, демится к чему-то такому, творческому, классному, чтобы не только там, поесть, пожрать, потрахаться, да, в голове было, ну, что-то нормальное, поесть, посрать, потратить, есть такое, даже мем, о чем-то высоком, ну, не то, что высоком, там, что-то, не знаю, я же говорю, у меня вот, обывательские, какие-то стремления, они мне всегда не нравились, я такой человек, я потом с годами, я понял, что без обывательских вещей, там, базовых, как, например, в пирамиде Маслова, не может им и речи быть, потому что все, мир на этом стоит, мир на этом построен, то есть, тебе не должно быть где-то жить, ты должен на что-то есть, чтобы там заниматься творчеством, поэтому я, когда это понял, меня сразу осенило, и я, видите, не могу, тяжелых, когда мне тяжело, когда у меня нет на что, когда у меня кредиты, долги и прочее, я не могу творить, я сразу не работоспособен, как боевая единица, творческая единица, вот в чем суть, поэтому я рассуждаю так, что творческий человек должен сперва себя как-то оградить от вот этих вот факторов, собственно, не будем кушать, факторов, что у него есть какие-то деньги, и я вот со временем буду стремиться, не важно, как будет происходить жизнь моя, но стремиться к тому, что я не буду париться про аренду, да, про свое жилье, конечно, тут мечтать вообще не приходится, ну, может быть, кто его знает, да, если надеяться на лучшее, ну, быть реалистом, хотя бы вот это, да, хотя бы чуть-чуть, вот то, что можешь изменить, ты как бы меняешь, то, что не можешь изменить, я никак не уйду, опять же, я не в Амстердам, в Амстердаме, там вообще 42 миллиона, одножко стоит, но не будем о грустном, как бы, будем о реальности, просто я должен сделать так со временем, чтобы про аренду в любой точке мира я не подумал, вот это моя мечта, моя мечта, помимо вот творческой мечты, которую я сосновидую, это никакое не количество подписчиков, это никакое количество денег, впрочем, мне все равно, вообще, вот даже Лебедев говорит, достаточно интересно, путь, вот люди, которые ищут смысл жизни, это дебилы, потому что смысл жизни, просто жить, да, она может быть, ты ее можешь как обесценить, так и можешь наделить смыслом, ну, просто, это, грубо говоря, ты так любому человеку, даже, который занимает какую-то должность, и прочее, ты можешь сказать, а зачем ты живешь, чувак, типа, какой смысл жизни, да, и обесценив все, к чему он стремился, к чему он оканчивал кафедры, институты, школы, там, с красным дипломом, и прочее, обесценив, там, скажем, а что у тебя там зарплата, там, не 500 тысяч, да, а ты там какой-то, дипломат, или, не знаю, не дипломат, педагог МГУ, да, есть педагоги МГУ, которые получают по 60 тысяч, 50 тысяч, ну, то есть, разный там, ну, конечно, и нормальный, сейчас это, на самом деле, нормально все оплачивается, и учителям неплохо платят, в Москве тоже, вот, но даже они, как бы, меньше пострадали, чем парикмахерская эфира, то есть, ну, учителя там получают, и 150, и 130, 100 тысяч, как бы, нормально, и постоянно требуется, потому что, именно знаний, все хотят многое сразу, понасмотревшись, то есть, молодой королени не хотят быть учителем, или с реслем, слесаря тут хорошо получают, настройки, крановщики, ну, вот, кто хочет, вот спросил молодежь, кто хочет с крановщиком работать, а крановщик может получать даже 300 тысяч, представляете, вот, ну, все понасмотрелись, там, хотят парикмахерами, ну, вот был хайп, хотят парикмахерами, а парикмахер, на самом деле, еле-еле, вот, сколько лет, ну, до 100 тысяч, там, которые покруче, там, может, 150, это прям крутые, которые усиделись надолго, на одном месте, там, 4, по 5, по 6 лет, наработали, как, вокруг своего района, свою базу, либо какую-то медийку разводят, вот этими курсами, то они может побольше, опять же, что там придется, сколько это делать, это уже не берем в план, в план, это, потому что это уже медийка идет, когда медийка, да, это другой разговор, так и, собственно, блогеры, которые имеют и миллион подписчиков, и 100 тысяч подписчиков, ты уже хорошо получаешь, ты хорошо зарабатываешь, это же другой уровень вообще, я, если бы у меня было там, тысяч 100 подписчиков, я бы, в принципе, вообще не парился, ни за жилье, ни за какие-нибудь, такие базовые аспекты, да я в принципе тоже не парюсь, просто у меня есть свои какие-то движухи, которые я должен, ну, сделать в своей голове, и я постепенно, опять же, не так все плохо и печально, как я иногда, но я просто пессимист по себе сам, а так вот бывает, если разобраться, да, что, у меня все хорошо, сыт, побуду, творчеством занимаюсь, работаю, нравится, моя профессия, мне нравится, самому по себе, вот это вот, как медитатив, сложная штука, но когда, блин, начинает, я начинаю париться, когда начинаются эти разговоры про деньги, ты сразу начинаешь грустить, тебе становится грустно, и вот это у меня, просто я так, ну, так я выгораю, очень сильно, я хочу, чтобы в моей жизни, я не думал про деньги, я делал какие-то, ну, инструменты эти все были налажены, так оно, в принципе, есть, я занимался творчеством, я занимался работой, все, отлично, я так себя чувствую комфортно, я так себя чувствую круто, я так чувствую себя личностью, а не просто механизм, который зарабатывает деньги, и только живет, чтобы эти деньги тратить, ну, я тут не хочу, не знаю, ну, каждый сам выбирает, не хочу быть просто потребителем, короче, зарабатывать, что бы тратить, зарабатывать, что бы тратить, по-моему, это фигня, я, как бы, захотел купить, захотел что-то важное, раз купил, но я всегда рационально подхожу, но и многое могу купить, позволить, вот из техники, у меня вообще все есть, я уже вторую камень, сейчас буду брать со временем, так что, имбару, там, америкос, в котором засылают, то есть, у них там, эта техника, я смотрю, у меня, там, обычного чувака, как бы, без всякого, какого-то образования, тоже это есть, значит, я не так плохо, не живу, в принципе, но я много работаю, и продолжаю работать, и всю жизнь буду работать, я стремлюсь, чтобы всю жизнь работать, я люблю это, пропа ССД, нашел Кинстон, 2000 мегабит в секунду, типа, самый быстрый, и на озоне, он стоит за 1 терабайт, 9000 рублей, собственно, думаю, лучше что-то побыстрее, опять же, на деле, это всего 1 гигабайт, 1 гигабайт в секунду, то есть, передача, опять же, они все так, потому что провода не пашут, с такой скоростью, также и мой ССД, если я его сейчас поставлю в корпусе, с проводом, он будет показывать меньше, чем в компе, M2 вообще будет показывать, типа, вместо 5000 мегабит в секунду, будет показывать всего 500, вы представляете, да, это в 10 раз меньше, так что, такая история, все-таки проводянки, пока еще отстают, никогда не думал, что 3.0, 3.2, это не такой же быстрый, собственно, не такая же быстрая передача файла, ну вот, есть как есть, опять же, ну этот, нашел канал с тест-драйвом, в принципе, нормальный мужик подсказывает, без лишней рекламы, разобрал вот этот ССД, есть проблема вот с перегревом, сейчас буду еще смотреть, сравнивать, а так вот, примерно по этой цене, прям до 12 тысяч, ну, заявленные 2 мегабита в секунду, 2000 мегабит в секунду, 1 терабайт, до 12 тысяч, это самый имбовый, вот один такой взять, я хотел 2 терабайта взять, но с меньшей скоростью, за 14, там, 14500, в районе 15, со временем, а сейчас думаю, лучше все-таки 1 терабайт взять, зато с быстрый, более быстрый, терабайта дорого, просто стоит, самый быстрый, 2000 мегабит в секунду, 2 терабайта, это где-то 18 тысяч, 20 тысяч, ну, от разных, от Kingston, SanDisco, и Samsung T9, достаточно дороговато, поэтому я лучше возьму T1, вот, в районе, там, T12, ну, посмотрю, со временем, не сейчас, пока изучает все, пока надеюсь, что корпус будет год, и мне не надо будет покупать. Ну что, ребяточки, пришел корпус, я сегодня смотрел по поводу SSD, посмотрел по поводу камеры, там, сетап одного видока, немного помечтал, помечтал по поводу вот этой всей истории, когда возьму комплект, вторую камеру, все это настрою, ну, понимаю, что сейчас не особо это рационально, нужно доделать дела, но в целом, знаете, много интересного. Составил эту клетку, точнее, полный обвес, риг, сколько по деньгам рассчитал, там, оказывается, на озоне удобнее всего это все заказать, именно на кино, так сказать, как для кино. Ну, опять же, у меня пока нету этой штуки, нет второй камеры, нет смысла, но перенечтать можно было. Сейчас доделываю дела. Что-то мне надо было, важно, да, мне что-то было нужно и важно. А, ну, сейчас главное решить проблему с этим, как называется, с памятью, чтобы это все быстро переносить, монтировать и прочее. Вот это важно. Смотрю, там, рутуб немного набирает. Так, вот он корпус. Надо будет сделать обзор и надеюсь, что этот корпус будет работать. Вообще, он рассчитан до 4 терабайт, но у меня получается 1 терабайт, 960 гигабайт SSD-шник. Если это все работает, то это просто будет потрясающе. Так что давайте делать обзор. Эта штука обошлась мне 335 рублей с бонуса, но так она стоит 430 рублей на Азоне. То есть, кейс, чтобы сделать из внутреннего SSD, так сказать, внешний, 335 рублей. Ну, или 430, если нет баллов или бонусов. Кстати, на этом, по-моему, у этого магазина я ничего не заказывал. видно, там просто накопились за отзывы баллы. Кстати, я оставлю отзыв. Ну что, вот он, пришел кейс. Буду сделать, все пришло в целостности, делать обзор. Пяточки, распаковка, собственно, SSD корпуса, 2,5 SATA. Смотрим. Распаковочка. Вот такой кейс. Защитная получается. Бумажка. Выглядит неплохо. Довольно-таки неплохо выглядит. Но провод, к сожалению, не идет в комплекте. Это, конечно, не нужно. Как его открыть? А, идет в комплекте. Обманул. Корпу. Вот есть, получается, проводок USB. Ой, я думаю, что это Type-C на Type-C, но тут USB на Type-C. Такая защитная штука. Весьма интересно. Сегодня буду делать тест-драйв. Надеюсь, будет все работать. Датчиков о том, что он работает, нет. неплохо. Защелкивается. Так, в целом, собран нормально. Так. Незаметно, незаметно. Вот уже пора домой. Скоро, более часик, пару часиков. Поро часиков. Я уже ничуть домой. Собственно, создал канал. Там достаточно интересно все это распределил. Канал со всеми играми будет общим. Вчера его сделал. Фух. сегодня закинул первый шорт. Субтитры. Сейчас нарежу еще пару шорт туда. Это будет, наверное, лучший игровой канал. И он будет обобщенный со всем материалом. Туда буду стараться только качественный материал. Но так, как история создания вчера, его долго раскачивать. Не в этом прелесть. Прелесть в том, что я могу самый сок, выжимку и туда просто закидывать все игры. Назвал я канал Сыграем. Так и называется Сыграем. Так, ну что, ребяточки, иду домой. Пролетел мой вторник. Завтра у меня по расписанию собственно съемка. Поедем с корешем снимать футажи. сегодня мне надо распределить влог, распределить весь все архивы. Также сделать влог точнее, который был на камеру. Распределить все архивы, сделать обзор на этот SSD-шник. Точнее, ну и на SSD-шник, и на самый главный корпус, который пришел. как-то так. Пока вынес мусор достаточно поздно. Хотя я старался выйти пораньше, пока закончил. Последний клиент, крайний клиент. закинул чаевых, тоже приятно. Все мчу. Солон как-то напротив реально. Только живем. что-то я вообще перестал париться, как-то воспринимать людей. Впрочем, мне вообще параллельно. Потому что все это проносится. Серьезно воспринимать это переведение крестопердеж невозможно. Просто люди даже не верятся. Так и за днем пролетает из сегодняшнего собственно дня. подчеркнуть, что я стал еще немножко ближе. Кстати, пришли амброшюры, надо их будет забрать. Но смска пришла только вечером. Поэтому я уже после выходных заберу амброшюры. Те помните наушники, которые я постирал. Собственно пришел заказ с Алика. Надо будет забрать. Сегодня я составил список по Ригу. Насколько целесообразно Риг. Потому что есть более важные вещи, чем Риг на данном этапе жизни. Потому что тот же объектив просто Риг там и вся вот эта история обходится так или иначе в какую-то сумму достаточно немаленькую но не космическую но немаленькую но зато на века и можно будет потом менять клетку менять камеру ставишь и все работаешь считаете профессиональная видеокамера это удобно это меньше тряски но это уже кратчки но можно делать но есть такие вещи как тот же объект ос который более важный чем сразу Риг то есть надо проходить по задаче я надеюсь будет работать сегодня ссд это конечно просто вводит нечто потрясающее так я задумываюсь по поводу ссд внешнего но сейчас мне надо доделать дела видите со светом я понял что он мне не нужен как бы со второй камерой тоже понятно пока нет смысла потому что на первый бы хотя бы снимать вот с памятью уже решается вопрос если что можно будет купить один ссд на терабайт внешний да и все из памяти на первое время как бы решено пожалуйста только снимай снимай и снимай просто тоже лик блин уже знаете когда все есть уже как-то не по себе что-то всего лишь два дня снимаешь хочется снимать больше это уже другой разговор это уже другое совершенно дело но можно брать собой снимать пробовать счет но пока это последнее о чем я думаю на самом деле но логичнее если опять же откинуть деньги да подбросить эту историю то конечно логичнее риг брать уже под вторую камеру но это типа рационально на вторую камеру я в этом сезоне не возьму и фишка в том что ну скорее всего видите уже холодает даже там свои выходные но не особо ты там поснимаешь хотя опять же я смотрю зимние съемки можно зимой снимать и риг как бы позволяет это все делать тоже было бы желание то есть зима это же не просто но типа всего лишь зима какая разница снимай так и так ну короче я сейчас буду по задачам вот решил со светом задачу сейчас решу с памятью возможно уже сегодня вечером если все подсоединиться все будет четко работать то все с памятью решено собственно тут оказывается дождь я пока ехал смотрел mpf батарейку и на самом деле можно просто купить на этот риг mpf батарейку аля за две но двух до четырех тысяч и все пожалуйста это очень удобно не нужно гипер-пупер дорогую там ставить и питает и монитор и камеру все что хочешь предскажаю что совсем скоро у меня появится бандурина и мы будем делать кино это будет потрясающе я просто задумываюсь ехал вообще веселый довольный не знаю потому что все как бы сложилось пазлы все все это произведение искусства мне кажется имба мне кажется имба так про эти амбрашюры я говорил пришли все ну смотрите тут просто некуда ставить на самом деле еще свет доп нет смысла имба красивая вроде в конструкцию теперь он поворачивается в общем сейчас вы делаете у меня еще один ракурс у меня просто гимн ребята собственно обзор обзор самым наверное долгожданного так сказать долгожданной покупки ssd вот он ssd чтоб вы понимали я хочу сделать из него внешний внешний ssd и так погнали достаем из коробки вообще просто у меня нет шлейфа собственно на наути там надо покупать я уже его заказал я думаю а дайте попробую сделать внешний как купил такой корпус за 430 рублей но вы уже скорее всего видели как я унесу а ssd я купил до этого на на валдберреса все обалдеть все обалдеть шнур шнур дополнительно в комплекте наблюдать tape-c сейчас мы попробуем подсоединить пк моно экран монитора вон экран монитора и и и и и в и а и и и и и и и а и и и и и и и и и тут ничего не появилось что там нажимать к сожалению он его не видит короче такой себе знаю сейчас буду гуглить ну похоже на оригинал он его не видит телефон его тоже не видит короче такая себе история такое ощущение как будто выкинутый 5000 на ветер у меня этот диск не видит комп сейчас буду разбираться такая себе история диск он видит но как его определить непонятно вот я еще эти драйверы на компьютере но хотя бы он нашел его это уже плюс как его вытащить на панель чтобы он работу видеть как его добавить по компьютер я обновляю систему мой вердикт лучше такой системы не брать лучше брать сразу внешне потому что что-то на сомнительный надо либо шарить как устанавливать сейчас я буду гуглить но радует то что он типа видит но он не видит сколько там памяти может это брак но отзыв я уже написал что это хрень то есть обычный пользователь точно не разберется я буду надеяться что и пошаренный это штука будет работать еще вернуть емкость ну как его сюда закинуть я просто не понимаю то есть вот вот здесь он показывает емкость этого накопителя сейчас я попробую юсбистей на юсбисе подключить эту штуку в камеру потому что он ее определил там телефон как это шляпка 3 гайд и гайд тоже не загружается в том что ютуб то ограничен эти мне вами помог поработают тут надо было целую схему повернуть ну короче обычный пользователь не разберется